Здравствуйте, дорогие мои друзья, а вы слышали когда-нибудь, что есть в Российской Федерации свой государственный браузер и поисковая система? То, что русские проекты есть, не государственные, мы знаем и Mail.ru, и Яндекс, и другие компании. Немного истории. Почти 10 лет тому назад СМИ сообщили, точнее в 2010 году все это было, что правительство хочет создать поисковую систему для народа. В 2011 году президент Российской Федерации, тогда это Дмитрий Медведев, инициативу поддержал. Решено было вложить во все это дело средства. Прошло еще пару лет, и в 2013 году все-таки сообщили, что будут создавать поисковую систему и браузер. 22 мая 2014 года на свет появилась вот эта поисковая система Спутник, про которую наверняка многие, наверное, даже и не знают. И про браузер, наверное, тоже многие не знают. Видишь Суслика? Нет, а Суслик-то есть. Нажимаем скачать. Смотрите, для чего вообще он есть? Для RedOS, для Astra Linux, для Alte, для Ubuntu. Ну, естественно, есть для Windows. Windows 7 Plus, это значит минимальная операционная система. Это как раз Windows 7. Есть на выбор веб-установщик, полный дистрибутив и с поддержкой отечественной криптографии. Ну, давайте веб-установщик попробуем, нажмем скачать. Очень сильно напоминает все это дело Google Chrome. И я вам открою тайну, это и есть очередной хромоподобный браузер. Так вот, насчет Спутника Шухера было немерено. В первый день работы Спутник посетило почти полмиллиона человек. И как вы понимаете, государство делает все, чтобы все его начинания были непопулярны. Они или не умеют делать их популярными, или стараются, чтобы все провалилось. При том, что наверняка в этот проект действительно вложено немало денег. Я в интернете не ковырялся. Но к убыткам мы еще придем. Так, тут у нас есть отдельные настройки. Установить Adobe Flash Player. Да нет, не надо он нам. Сделать браузером по умолчанию тоже не надо. Нажимаем, поехали. Реклама-отвод. Видите, есть вот тут такая интересная функция. Кстати, вы знаете, чем-то очень сильно мне напоминает это браузер Vivaldi, который я в прошлом ролике смотрел. Видите, боковая панель тут есть. И по сравнению с прошлым релизом браузер, конечно, похорошел. Вот, видите, своя даже кнопочка меню тут появилась. Можно почитать о спутнике. Растелеком 2019 год. Последний раз, когда я его смотрел, даже не было синхронизации. У нас снова реклама. Рассказывают, что здесь отличная блокировка спама различного. Потом здесь где-то был родительский контроль, импорт закладок. Ну, откуда их можно импортировать? Ну, с Google Chrome импортируем. Что скажут? Чувак, не вздумай! Не вздумай, чувак! Они украдут все твои данные и передадут на Лубянку! Что они украдут? Информацию, где я картошку храню. Тем более синхронизации у них вроде бы до сих пор нет, господа. Нет. И это печально. Так вот, вернемся к поисковой системе. К 2017 году им дошло, что проект полностью провалился, просто в конец. Мало того, они еще здесь показывают указы президента РФ. Под очень такими, знаете, заголовками. И такие заголовки, они вызывают у людей в голове в первую очередь чебурнет такой, знаете. А у жителей в России, как бы, у них вот эта вся штука в голове, особенно у молодежи, она у них особо обострена. Что завтра запретят интернет, то интернет будет по талонам. Ну, как вы поняли, к чему я иду? Никаких шансов у данной поисковой системы не было. У браузера я считаю, что шансы были. Так вот, в августе 2018 года, по сути, компания Ростелеком обратилась в арбитражный суд Москвы о начале банкротства организации ООО «Спутник». Мало того, Ростелеком пытается взыскать денежки за убытки. А это, господа, 10 миллионов 600 тысяч миллионов рублей долго. Вот скриншот спутника от 2015 года, господа. А вот спутник в 2019 году. Он как был бета, так он бета и остался. Что изменилось? Шапка одна изменилась сверху, и все. Он даже погоду одинаковую сейчас показывает. Почему-то нашел меня в Слуцке. Снизу тут такие картиночки, то тюлени, то какие-то горы. 5 новостей, 5 строчек. Ну, тут есть категории, в принципе, больше ничего. Браузер же развивается, при том, что развивается и портируется на различные платформы отечественные. То есть, это в основном какой-то госсектор, какой-то русский гиковский такой вот плацдарм. А вот если я подойду к кому-нибудь из вас и скажу, чуваки, не хотите ли попробовать браузер спутник? Что вы скажете? Или же я прибежал бы с самолетиком и сказал, вот тебе Валентинка от Роскомнадзора. Что бы ты сказал? Или бы просто кого-то обнял, сказал бы, я тебя от имени Путин. Я понимаю, что кому-то бы это понравилось, но в основном молодежь, как бы, она не любит власть. И еще раз я повторяю, власть сама виновата. Так, что вот это? Здесь можно написать отзыв о браузере спутник. Где брать расширение? Ну, господа, магазина Google я тут не нашел. Открываешь новую вкладку, здесь у нас погода, почему-то уже не Слуцк, а Солигорск. То есть, сама поисковая система видит Слуцк. Браузер меня видит вообще в Солигорске, я не понимаю, почему. Хотя я нахожусь вообще в Пинске. Но и тут есть еще новости, плюс возможность подключить сайт. Естественно, новости со спутника. Они тут все еще, как я понял, обновляются. Кстати, я нашел здесь в меню расширения. Дайте посмотрю. Вот, дополнительные настройки, расширение. И тут, понимаете, должен был появиться гугловский магазин расширения. Здесь написано список расширений, одобренных спутником. И тут написано, какими можно пользоваться, а какими нельзя. Еще расширение нажимаем. И да, чуваки, тут все-таки есть интернет-магазин Chrome. И можно устанавливать там отблок и т.д. т.п. Сейчас попробуем. Так, нажимаем установить, добавить расширение. Проходит проверка. И чё? Заработало расширение. Оно работает. Из печального. Браузер 32-битный. И это в 2019 году. Любой Google Chrome, вот я, кстати, сейчас тестирую Google Chrome ради интереса просто, ради расширения для YouTube, решил посидеть на нем. Давным-давно все браузеры 64-битные. И отечественные, и зарубежные. А тут вот такое. Насчет патриотизма. Наверное, найдутся люди, которые, в принципе, поддерживают политику государства. Вот. Я не то, что там стебаюсь. Есть такие, на самом деле, люди. Их очень много. Сколько бы политику РФ не ругали, лучше в РФ бывает, чем даже в каких-то соседних странах. Ну да ладно. Наверняка захотят попробовать данный браузер. Тут одно но. Мало того, что он 32-битный, так еще, я еще раз говорю, компания Спутник находится в состоянии банкротства. Разработчикам, скорее всего, деньги не платят. Несмотря на то, что версия 2019 года, как я полагаю, новые функции какие-то появились, есть вероятность, что все это дело закроется и накроется медным тазом. Если вдруг появится информация, что браузер выжил, а просто поисковая система умерла, я вам это в новости сообщу. Так что, господа патриоты, используйте или браузер Mail.ru, какой-нибудь Atom, но у него слишком нехорошая репутация. Хотя я его отвары кленером рыл, я так и не нашел там никаких там не рекламных вирусов, ничего. Или же можно использовать Яндекс.Браузер, который я перестал вообще любить. И вообще всю компанию Яндекса я не люблю после того, как посмотрел ролики про Яндекс.Еду. Извините меня, относиться в 21 веке к людям как к скоту, когда человек нес еду, после этого он умер, и они, зная, что он умер, его оштрафовать. Хотя Яндекс.Браузер, как сам по себе, вы знаете, он неплохой. Точнее, имеет огромное количество различного интересного функционала. Что касается спутника, скорее всего, пройдет какой-то период времени, и поисковую систему спутник вы не увидите. Но все-таки есть какая-то информация, что браузер Спутник будет жить дальше. Возможно, его название изменят. Буду стараться за этим следить. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok